Ви легенда в ангажементе Режиссер играет на эмоциях зрителей, от смеха к страху, хотя в анонсе заявляли, страшно не будет. Но все-таки в этой работе есть чего испугаться. Довольно визуальный спектакль, может быть каких-то вещей будет непонятно, но мы себе задавали вопрос, что такое случилось с паночкой, что она убивает, скажем так, ни одного парня. То есть там же череда убийств, Гоголем описывается, один сгорел, второго она заездила и так далее. Прототипом для образа паночки-ведьмы стала американская серийная убийца. Я смотрела и несколько дней жила с Эйлен, это первая серийная убийца в США, женщина, которая убивала мужчин. Вокруг Виа ходят мрачные легенды. Еще во время съемок советского фильма Наталья Варлей, сыгравшая паночку, чуть не погибла, когда гроб оторвался от тросов. И хотя в этом спектакле нет летающего гроба, на репетициях в ангажементе не обошлось без травм. Я сломал палец большой на правой ноге, выбил плечо. Если я сейчас разденусь, то вы увидите мое просто синее убитое тело в синяках. Да все у нас что-то так немножечко поубивались, если так сказать. Но, конечно, тут больше не физическая какая-то, ну, как по мне кажется, не физическая какая-то боль, а более внутренняя. И тяжело после этого всего. Тяжело и зрителям попасть на премьеру и купить билеты. Их на первые показы в эти выходные уже не осталось. Спрос большой. В следующий раз спектакль «Льви и легенда» можно будет увидеть 9 апреля. Дарья Власова, Андрей Харькин, Тюменская служба новостей.